друзья всем привет вот наконец-то мы нашли время у нас сегодня хорошая погода потому что сейчас это кстати редкость мы нашли время записать видео именно про роды в канаде о чем мы уже давно обещали вот и в общем все у нас сложилось вроде бы поэтому сегодня микрофон у олеси большей части будет потому что кто-то даже немного мне писал комментарии так меня чуть-чуть опустили что я ее иногда перебиваю поэтому сегодня олесе будет говорить ну потому что она будет рассказывать про ее видение всей этой ситуации с родами в канаде вот в общем олесе слово спасибо большое глеб на самом деле видео немножко называется не роды в канаде отличие родов в канаде от стран постсоветского союза да то есть мы сегодня будем говорить конкретно отличия а в следующем видео наверно мы запишем уже нашу историю более подробнее там со всеми подробностями чтобы было понятно ну что начнем самое главное наверное отличие от того это результаты анализов да и какие-либо документы здесь даются анализы в отдельных лабораториях но на руки результаты анализа вы не получаете то есть информативно они отправляются тому доктору лету и клинике кто вас направил далее например вот во время беременности обязательно это прохождение узи узи происходит около не менее часа очень тщательно внимательно осматривает вас до параллельного это можете все наблюдать на других экранах но самое главное что врач не может что-либо комментировать да то есть она все себе отмечает и даже если у вас есть какие-либо вопросы да или что вы можете их задать только своему врачу то есть врач который непосредственно вас направил на эти анализы следующее да что такое как бы важно это информативность информативность о том что как только вы становитесь на учет можно так сказать как только вы забеременели да и вы приходите к врачу потом вас направляют в клинику для беременность вам выдают сразу две таких больших книги книги очень яркие красочные что мне очень понравилось не так много текста то есть все четко что необходимо знать первая книга это полностью весь цикл беременности и вторая книга а про ребенка от нуля до трех лет то есть все если ребенок заболел что нужно делать если его там посыпало что ему нужно кушать когда зубы появляются и при беременность то же самое то есть мне кажется как бы это достаточно важно потому что очень многие девушки да как только мы забеременеем мы сразу что делать лезем в интернет да и там куча таких же мам мамаш можно даже так сказать да все со своими советами то есть но здесь немножко больше работать схема по-другому да то есть очень большая информативность более того как только вы посещаете дальше потом любые какие-то медицинские учреждения вся информация вам дается много брошюр буклетов какие-то листовки да а там информация как что ребенок может упасть перевернуться что нужно делать какие red flags и так далее то есть это очень полезная информация и ну не надо как бы самой искать потом в интернете правдивая эта информация неправдивая то есть здесь информация из первых уст и как бы это очень полезно третья такая особенность отличие это наверное питание питание во время беременности особенно после рождения ребенка когда вы кормите грудью вы знаете что в наших странах очень как бы особенность такая это строгая диета нельзя ничего кушать бедные там какой-то печенька сухой там еще что-либо здесь такого нет во время беременности естественно у нас это так же кушать надо все много очень полезных витамин так далее ну естественно нельзя пить алкоголь курить здесь это все то же самое а вот после с глебом и спрашивали у разных врачей у многих медсестры что же действительно нельзя кушать после того как ты родил и все очень так удивленно отвечали нам все можно то есть ну как бы все питать и забалансировано все можно не волнуйтесь ничего и не знаю рассказывать не рассказывать я расскажу такое предисловие из нашей жизни до что время когда мы поехали рожать до больницу провериться нам сказали погулять и два часика а потом возвращаетесь и мы вернулись домой привела себя в порядок начали кушать пиццу которую мы купили буквально за день до этого и и приготовили ну и спустя после того как я вернулась родила ребенка да мы вернулись домой мы эту пиццу доели ну да наверно наши мамы бы да не по моему и сказали что мы вообще не нормальные какие-то и все делаем не так неправильно вот но тут так тут чуть-чуть другие порядки как бы к этому ко всему подходит чуть по-другому то есть женщина беременная это не больная это обычный нормальный человек которому тоже все можно ну конечно в пределах разумного да и на самом деле мы задавали много очень вопросов по этому поводу нас действительно беспокоило питание и очень много врачей нам говорили о том что научно не доказано что питание мамы влияет на ребенка если вы опасаетесь да то он там добавляйте по одному продукту но на самом деле мы как бы кушали все и все у нас нормально все хорошо давайте дальше дальше это такой основной пункт это как сумка в роддом знаю что в украине у нас непосредственно такой длинный список в разных больницах он немножко варьируется и да у нас малыш нервничная на из-за солнца что варьируется от разных клиник и даже в этом списке есть медикаменты которые необходимо предоставлять там не знаю одежда для ребенка салфетки и так далее и тому подобное здесь список очень короткие список состоит в списке есть несколько пунктов первый один из пунктов это выписка одежда на выписку для ребенка для мамы чтобы вам было удобно и комфортно и следующее то что вам доставить комфорт доставить удовольствие то есть может быть свечи плеер музыка там не знаю какая-то картина в общем свечи может быть ароматизированы если кто-то любит жить без них не может то есть на самом деле список достаточно коротки следующее такое отличие наверное невероятно для наших родителей или там кто постарше это ходить в больнице не надо в бахилах не надо в халате приехали и ну никто не заставил меня там переодеваться или что-то там я даже верхней одежде ну куртку снял конечно но как бы не заставляю переодеваться не бахил одевать и все время которое мы были в больнице меня никто не заставлял переодеваться да и к этому пункту добавлю что роженицу когда она родила ребенка уже перевели в отдельную палату могут посещать в любое время и любое количество людей то есть нет ограничения то что должен зайти один человек или два ну можно и на 50 конечно не пустят но все же то же самое то есть этот вопрос не контролирует и как бы волком все следующее у нас принято договариваться с врачами созваниваться не дай бог врач уедет в отпуск или еще что-либо здесь такого нет здесь даже нет такой практики с кем-то договариваться рожайте с врачами которые дежурят данный момент нам повезло у нас одна смена менялась на другую исти и те кто зашли на смену да с нами были полностью то есть я с ними родила то есть это нормально и это все очень квалифицированные врачи то есть какого-либо беспокойства или переживания по этому поводу абсолютно нет дальше как только я родила на там ну не ребенка там положили на грудь потом его взяли померить там обтереть и так далее медсестра мне принесла сок апельсиновый бутерброд и сразу я еще как бы лежу да она очень хотелось пить то есть естественная потеря очень больших сил и то есть не сразу принесли потом когда перейли уже в другую палату где я уже находилась питание было по меню и вы можете отметить то что вам хочется никаких ограничений как мы говорили ранее не было дальше так наверное 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 что у нас следующее такое интересное но сразу в палате как бы а самое главное родила у рода нас прошли все хорошо без кесарева и находиться в больнице необходимо было сутки то есть больше тебя никто не держит и то мне врач сказала что у тебя во время родов поднялась температура поэтому тебе необходимо быть сутки в больнице если кесарево там наверно до трех суток но я думаю не больше ну да то есть если никаких осложнений то они не держат что зачем женщине лежать в больнице если какая-то экстренная нужна ситуация то ты из дома можешь сразу вызвать помощи и приедет скорая и заберет да ну наверно я еще вот вспомнила такая самая большая особенность наверно надо было сказать первое что он вы управляете своими родами то есть вы принимаете решение первоначально как бы вам хотелось рожать кто с вами может находиться делать анестезию не делать в какой позе рожать там принести фитбол не принести там я не знаю четыре медсестры или там две медсестры ну я условно да то есть это настолько по-разному то есть не вам навязывает что вам нужно а вы выбираете да вы как бы чувствуете себя как королева естественно конечно если роды проходят нормально если вдруг какие-либо отклонения дали какие вам не знаю осложнения то естественно вас никто не будет спрашивать что делать в данную минуту да то есть в россии берут ситуацию свои руки но первоначально да то есть вы как желаете да так она и проходит все делается для комфорта рожающей и чтобы она максимально себя чувствовала комфортно то есть не врачи говорят так тебе нужно это это а женщина говорит я хочу это это и врачи то все делают и я это не придумывая это помню как это все проходило видел это со стороны что действительно они постоянно вот просто постоянно спрашивают а хорошо ли вам так а как вы себя чувствуете а комфортно а что вам сделать а что вам принести а как наклонить спинку диван а диван а дивана ну это кровати на которой она регулируемая да там можно и конечно управлять но но контроль вернее не контроль а забота она просто постоянная и меня это просто даже очень сильно удивило приятно потому что я не ожидал что все так будет то есть я думаю что олесе тебе само было очень приятно и комфортно да первоначально я была настроена у нас были совместные роды о том что у меня же муж рядом да он будет помогать извините нас тут шапочка по будет помогать да вот как я слышала у многих там не дозваться медсестру дали обязательно надо там не знаю шоколадку денежку в карманчик положить здесь такого нет здесь с тобой медсестра находится постоянно если нужно уйти на перерыв или на обед назовет другую медсестру и рассказывать передает ей информацию более того естественно все это на экранах и мы проходя мимо видели что в сестринской эти экраны тоже есть то есть она даже находясь на обеде она все равно наблюдает и следит как у вас происходит дальше как я говорила что комфорт там сервис до отношение к тебе мы просто животрепещие то есть нет никакой грубости ни в коем случае то есть эти медсестры они просто я не знаю божественные люди которые помогали чтоб роды пришли общем максимально мягко максимально комфорта после родов я не знаю я хотел и многие целовать и руки потому что как все было сделано и несмотря на их постоянно вот какой-то такое контроль и внимание ты в определенный момент даже было такое что как будто их нету то есть они очень все быстро тихо делают и никак не беспокоит кстати можно я от себя добавлю я вспомнил один такой нюанс что любую абсолютно манипуляцию все что они делали они всегда комментировали изначально то есть они сначала говорили что они будут делать какие могут быть ощущения и и как бы они ставили в известность понятно что может что-то не понимать но тем не менее они доводили до сведений что они собираются делать и там если заходили несколько человек или допустим какой-то там мужчина присутствовал да в группе врачей то они сначала спрашивали разрешение будешь ли ты себя комфортно чувствовать что будет находиться мужчина и то есть ну все очень-очень так толерантно и очень так внимательно да так же в команде очень распространенные роды с дуой это помощница в родах в украине это тоже я думаю в россии это есть но это не так распространено как и здесь здесь это повсеместно и на каждом шагу более того когда я уже рожала когда уже непосредственный процесс это сказать тактично чтобы мужчины там не искривились но когда уже ребенок выходил до к нам тоже пришла наше естественно врач и пришла дула которая помогала да и в этот момент говорила как мне дышать или еще что-либо верно ближе всего понятие так у шерка до к нашему вот привычному это больше как и врач и это кто тебе помогает рожать да но здесь они разделены абсолютно то есть врач это строго медицинские какие-то вещи а вот это дула на именно больше поддержка и направляет тебе в родах то есть говорит что делать как лучше но дула на самом деле это ко мне она пришла уже на конечном вообще в дула это сопровождает который весь периода например если нет возможности что присутствовал ваш муж но то есть она весь ну как подготовка как как правильно дышать какой позе лучше да то есть но на самом деле это мы на курсах вот наши кураторы вот они и есть дулы на которые помогают также одним немаловажным моментом после того как вы родили ребенка до вас перевели в другую палату через какой-то период времени был небольшой мастер-класс проведенный для нескольких родственниц которые находились данный момент в больнице том как кормить ребенка какой лучше позе какие нюансы и так далее да то есть объясняет и показывает сразу не отходя от кассы горяченьких да дальше чуть позже до нас вместе с мужем повели в отдельную там не знаю сестринскую ли что и показали как купать ребенка как его мыть как держать до чтобы не бояться что ему ну то есть для нас это было на самом деле ну что-то необычное потому что вот эта куколка у нас в руках что же здесь не делать дальше да вот то есть все показали все манипуляции как делать и что это совсем не страшно но действительно для нас это было супер да это было приятно это еще одно проявление такой заботы о том как родители будут обращаться со своим ребенком да то есть на самом деле все рассказывали все показывали даже могу сказать что вот ночью глеб ехал дома потому что ему негде было на самом деле находиться со мной и ребенок у меня кричал да я не знала как его успокоить грудь он еще не сильно брал и кричал 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 можно было позвать медсестру но я не позвала она сама пришла и говорит давайте мы заберем ребенка вы поспите отдохните а когда вам надо будет кормить мы вам принесем то есть это настолько удивительно настолько от заботы что действительно что я могу поспать а с моим ребенком ничего не случится что надежных руках за ним будет классный присмотрен то есть это действительно многое что стоит вот что еще пока мы были в больнице да за этот за эти сутки также мы заполнили все необходимые документы на там индивидуальный налоговый номер на страховку в больнице то есть не надо было никуда идти в какие-либо другие службы то есть все эти документы заполняешь там на месте в больнице и самое важное вас не выпустят из больницы с ребенком без автокресла даже если у вас нет автомобиля даже если вы едете просто на такси ребенок обязан быть в автокресле у нас это не очень распространено особенно для таких малышей могу сказать что есть разные типы автокресла есть нуля да там есть определенная вставка в то что например наши родственники были очень в шоке когда мы прислали фото с выписками попросили на сфотографировать когда он был автокресл как вы его посадили вы что нельзя и так далее то здесь нет здесь придерживается что малыш должен быть в безопасности во время езды на автомобиле самое главное и как бы и на самом деле очень большой штраф если у вас будет ребенок без автокресла и никто даже не не подразумевает его посадить без автокресла вот через сутки после того как мы приехали домой нам позвонила паблик нольс это по-английски это медсестра которая надо было подъехать она смотрела ребенка внимательно задала кучу вопросов измерила его желтуху желтизну я не знаю там есть желтуха нет желтух и как мы меняем памперс там все подробности в общем не будем как бы рассказывать и она очень не помогла она показала еще раз полезную позу для грудного скармливания и на самом деле я не мучилась как очень многие мамочки дам учиться что это больно потому что детки как бы едят грудь очень болезненно да поэтому я всего лишь мучилась сутки а она мне очень помогла то есть здесь такая практика до что не надо ежемесячно возить ребенка в больницу там сдавать все анализы следить то есть вы показываете медсестре а потом врачу если у вас нет каких-либо отклонений если все нормально все в порядке то есть ну ребенка как бы не мучают анализами то есть немножко как бы другой подход для нас это неизвестно это что мы хотели нашего малыша обязательно куда-то отвезти такого здесь нет но все равно есть регулярный график вакцин которые следующий да наш пункт это прививки делаться детям в два месяца в четыре в шесть месяцев там в год и потом дальше когда он там взрослеет прививки делаются в отдельных специальных как бы клиниках вы звоните договариваетесь заранее где вам удобно по месту жительства то есть это может быть любая в день прививки вы приезжаете возвешают меряют тоже много вопросов дает много брошюры ребенка взвешивает и меряют отвечает на нас это имеется до ребенка отвечает на все ваши вопросы обязательно показывает вам вакцину рассказывает какие могут быть последствия что нужно с этим делать да от чего это вакцина все дают в письменном виде вы подписываете да что вы ознакомились вы услышали после этого обязательно показывает срок годности вакцина чтобы она была не просрочена и только после этого как бы делает прививку вашему ребенку пойдем назад да и так это основные отличия родов канады от стран постсоветского союза если вам будет интересно мы запишем другое видео о наших родов о нашей истории она более будет подробная с нашими переживаниями и как что зачем проходило вот кстати один интересный момент мы забыли сказать что сколько что ли нам роды в канаде тут стоит сказать что мы как постоянные резиденты канады уже имея страховки медицинские мы заплатили ровно 0 долларов за все то есть мы заплатили вообще нигде ничего а начинает обширного обследования как мы только приехали и заканчивая всеми прививками посещением всех абсолютно врачей нам это ничего не стоило все это покрывается медицинской страховкой государственной мы к сожалению не знаем сколько стоит просто приехать в канаду женщине по туристической визе даже и родить потому что некоторые так и делают и кстати напоминаем что если ребенок родился на территории канады то он сразу получает канадское гражданство вот такая вот история я еще хотел добавить что это видео что не преследовало цели какой-то там сравнить и очернить Украину или Россию и сказать как там плохо как здесь хорошо мы просто описали наш опыт родов в канаде как он проходил и опять же мы не хотим сказать что вот в Украине все так плохо или в России да бывают не очень приятные моменты но мы искренне надеемся и вот я от чистого сердца говорю что мне очень хочется чтобы в наших странах было все так же и было очень комфортно рожать всем абсолютно женщинам независимо от того где они живут потому что ну это это очень важно и дай бог чтобы это скоро стало и в Украине в России в Беларуси в общем во всех странах мы не хотим никого там отделять разделять вот поэтому большое спасибо что вы посмотрели это видео мы надеемся что оно тоже было интересным ждите скоро наше видео мое видео о поиске работы я очень стараюсь найти для него время и записать его именно подробным полезным вот поэтому как всегда я вас приглашаю подписаться на нашу страницу интересные калгари мы есть в соцсетях в фейсбуке в контакте в инстаграме все ссылки в описании под этим видео посмотрите вот оцените это видео пишите свои комментарии большое спасибо всем всего хорошего удачи и всем классных родов все пока 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 урожайте